В Ненинском округе появился специальный автомобильный транспорт для доставки жителей пожилого возраста в медучреждения. Ключи от внедорожного транспортного средства «Трекол», приобретенного в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография», вручил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Теплый, комфортный, проходимый «Трекол» стоимостью почти 5 миллионов рублей приобретен при софинансировании с федерального бюджета для доставки сельчан старше 65 лет в медицинские организации города для прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Специальная программа задумана о том, чтобы именно пожилых людей, которые живут в отдалённых местах, чтобы они могли проходить нормальную диспансеризацию по графику, как положено, чтобы они стояли в очередях. Самое главное в этой ситуации надо отработать с учреждениями здравоохранения, чтобы это всё было очень удобно, чтобы они не ждали, что они приезжают на несколько дней. То есть эти графики надо очень синхронизировать. «Трекол» приобретён с учётом специфики региона. Об этом министру рассказал губернатор Нейнского округа. Как отметил Александр Цибульский, при отсутствии наземного сообщения практически со всеми населёнными пунктами такой автомобиль просто необходим. «Это, видите, с точки зрения оптимизации бюджета для нас важен. Потому что сегодня у нас основной вид транспорта – это вертолёт. Вы сами понимаете, что цены там каждый раз в Ми-8 доставляют людей совершенно другие цены. А на снегоходах, ну, пожилым людям зачастую тяжеловато, потому что на снегоходах придётся на такие расстояния». Эксплуатацией транспортного средства займётся комплексный центр социального обслуживания населения. Как отметила его руководитель Светлана Хатанзейская, в настоящий момент разрабатывается график поездок по населённым пунктам региона. «Я думаю, что результат будет очень положительный, востребована очень эта техника. А так как у нас самолёты, вот эти населённые пункты зимой не летают, естественно, люди добираются разными способами. Кто-то на снегоходах, кто, в общем-то, кто как может, кто, в общем-то, на машинах. И поэтому, когда есть такая поддержка, государственная, федеральная – это большой-большой плюс». В рамках своего визита в Нейнский округ глава федерального ведомства ознакомился и с деятельностью самого комплексного центра социального обслуживания. Максим Топилин высоко оценил оснащённость учреждения здоровительным и реабилитационным оборудованием, отметил комплекс проводимых учреждений и мероприятий. Также глава Минтруда отметил о необходимости начала подготовки к внедрению с 2022 года реализации проекта по развитию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, которые не могут за собой ухаживать. Проект стартовал в текущем году в ряде пилотных регионов. Мария Владимирова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».